В Екатеринбурге опера 12-го Чкаловского ОПА задержали 27-летнего сборщика-комплектовщика интернет-магазина, назовем его условно Игорь, который обвиняется в разбойном нападении на таксиста, уроженца СНГО, в рождественскую ночь. Ну, спокойно, спокойно. В этом нет никакой религиозной подоплеки, чистый криминал. Начался этот захватывающий, причем в основном захватывающий чужие мобилы детектив с того, что 17-летний пацан, ну, видимо, человек верующий, православный, в ночь, когда родился Бог и Спаситель Иисус Христос, 7 января стал на такси кататься по Екатеринбургу, ну и, видимо, поздравлять с двунадесятым праздником своих знакомых. В тот момент, когда цифра на счетчике такси подобралась к пяти тысячам рублей, этот поздравительный юнец прибыл к дому на дорожной 12, что на южной оконечности Екатеринбурга, и пошел в гости к своему знакомому Игорю, главному герою этого повествования. Пацан вышел из такси и не заплатил. Таксист крепкого телосложения, приехавший к нам в горы из одной из стран СНГ, ну, видимо, заканчивающийся на стон, подумал, что юноша его сейчас киданет на пятак и пошел за ним в подъезд. В этот момент их из окна заметил Игорь, почуял неладное и нащупал свой пневмат, а, впрочем, долой отсебятину. Ехал, получается, мой знакомый, он позвонил, сказал, вот, я подъезжаю, сейчас к вам зайду и поеду дальше. То есть, и поворачивается, получается, и говорит, откройте дом, он побежал за, я смотрю с балкона, бежу за ним таксистом, большой. То есть, и он забежал вместе с таксистом, там все это тоже на видео есть. Когда мы пришли, то, который, 17 лет, молодой парнишка, сидит в машине и вот так вот со стороны это выглядит. Маш, он канет или ему страшно? Я открываю дверь, пассажирскую правую, таксисту говорю, ты что, конь, переросток делаешь? Зачем? Ты, говорю, трогаешь людей. Открывай быстро. Пистолет у меня находился вот так, направленный вниз. Вот. После чего я сделал сопротивление, убрав лаз за спину. Он вышел. Молодой человек вышел, говорит. И он забрал у меня телефон. Тут начинается кипишка. Я ему говорю, зачем ты забрал молодого человека телефон? На каком основании вообще ты это делаешь? Зачем ты его валял в подъезде к нам? Он сидит и сгореживает, и трясется пацан. И говорю, отдай молодому человеку телефон. В итоге, как сообщает отделение по связям со СМИ у МВД Екатеринбурга, Игорь под угрозой пневмата, то есть предмета, похожего на пистолет, на настоящий огнестрельный, отобрал у 31-летнего таксиста две мобилы с суммарной стоимостью 16 тысяч рублей. Токсичный водитель счел, что дальнейшее перекладывание мобильников из одного кармана в другой стало скучноватым и отъехал. И обратился с заявой в 12-й ОП. Полицейские, зная адрес Игоря, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и через несколько дней подозреваемого в вооруженном разбое зашнуровали. В его адресе отыскался и пневмат, и один из отобранных у таксиста телефонов. Второй аппарат Игорь успел продать скупщикам краденого. И остался только один вопросик. Игорь, по официальным данным, забрал у таксиста две мобилы. Так вот, они обе принадлежали уроженцу СНГовия, или же один из телефонов являлся собственностью 17-летнего поздравительного пацана, у которого таксист, по версии Игоря, забрал мобилу за бесплатные покатушки по городу. Да, в общем-то, не так это и важно. В факте отъема сотовых девайсов Игорь сознался и попал под 162-ю часть 2 УК. Вооруженный разбой. А это до 10 лет на душу населения. Ранее судимый? Да. По каким статьям? 158. Еще? 162. Еще? С вами. 162. Ну? 162. Это вот у меня и подозреваемый получается. Игорь огромный drops. Игорь geht вのは Суперкландо, secular, Speaker 5, amest Beat bracelet. Игорь учísся. Игорь. Игорь берет на renmin NAS.